сегодня мы это у нас второе июня восемнадцатого года пришли мы сюда увидели какой прорыв на рыжковском это андрей меня голова шпильвез посмотреть вот она где ваша подъезда вода ну-ка андрюша залезь туда покажешь покачай покажи как там пустота потихоньку где-то там качался он дальше пола взяла здесь вот это пошатаю ну видно что она шатается выше как резиновая то есть там пустота а что дело теперь это все разбирать короб там вода маленько просачивается на это немножко и все это сравнивать надо какая ширина примерно замерь ширина вот это оттуда вот вот сюда до конца раскинь руки вот так по вдоль и гляди по этой тому прибив берег то рукой да не так ну руки раскинь это твой рост в берег купися а другой рукой на этой память где вот так следующий дальше 2 но здесь подожди нету рост какой метр шестьдесят восемь шестьдесят метр семьдесят это три сорок и здесь еще 60 сантиметров три сорок четыре метра а ну-ка по длине сколько вот так а то шесть четыре четыре издал здесь шесть 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 четыре двадцать четыре какая глубина память четверти вот так четвертый можешь померить на полную четверть с большим пальцем 5 5 5 только маленькая щит ну-ка встань на ноги посмотри на какой нет 5 нету откуда ты 5 взял ну ты чё ты так ты вот это и палец большой да на размер вот 20 сантиметров вот ну конечно раз так да зачем так он теперь заметь там другой 2 3 4 5 насчитал 4 это 80 там он мы посчитали что 24 ой-ой-ой много глины 17 кубометров надо ну все уходим вот тут у них шерсти целые мешки привезли положили сейчас убрали все на солнце валяется такое сокровище шерсть а вещи вместо солома я не знаю конца края нету сколько здесь гибнет всего ну теперь что делать только приготовиться и тогда игоря позвать с посевной поправится маленький кун называются и здесь подровнять он продавит здесь еще по берегу пройти но и так уже воды прошлом году было намного меньше в этом пруду кажется никогда столько не было все березки все все оказывается в воде в воде они все засохнут этот берег вот он все воды все березки все в воде оказались никогда столько воды мы еще больше сделаем можем да работа огромная здорово за зиму-то отсиделись вот посмотри как мы здесь прошлый раз делали он бы еще земли натаскал но гусеница слетела тут у него вот видишь как вон она видать где мы вон она как забито было здесь не прорвало щетка и ясно понятно 17 кубометров на считаю почти 20 кубометров вот отсюда он будет брать вот этот берег это мы все подготовим на этом уровне пока поднимем стал бы выкопаем гвоздь вот это тоже володя когда будет свободен мы знаем какой инструмент брать это терентий барабаш грошей много благослови его господи и всегда нам помогают под миллион трактор только колеса такие вообще ужасно там у него никого нет никто не стоит и он сразу видишь как зерно идет туда без пашки какой-то американец она написал что без пашки надо делать так когда пашут переворачивает это безумие пахаря кажется безумие пахаря назвал а это вот деревья растут с двух сторон это деревня наша была деревня потеряевка вот она как видно мы поехали посмотрели рыжковский пруд как вот в прошлом году мы тут все прошли и чтобы из-за поворота не видно была машина теперь видно все это убрали сложили видите это культура лесопользования такое дерево сорное называется она не строительная клен почему-то называют американский не знаю вот так хорошо мы приехали что ты говоришь я думаю глубина не допьет больше ну да больше стало какая глубина прорвали мы обложили камни по ним потекла вода а они сами погонула поломала столбы с деревенским лишь бы ездить а 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 маленькая лопается она никуда не уйдет естественный откос вот видишь володя где пилил кусты и вот это пилил и вот где насадил какие-то отрастут вдоль берега насадил вообще цены нет ему вон сколько посчитать сколько примерно пройди пока колышки который возит звали до в один только далеко сутки не надо здесь прорва была с этой стороны в прошлом году забивали что все устояло а этим дали даже разки сколько 46 в одну линейку если еще одну посчитать еще больше ну так посчитай 46 сейчас дальше 2 надо узнать они были на сухом месте вот сколько там было заходили теперь не подойдешь никогда столько воды не было еще поднимем 34 46 плюс 34 сколько сколько на 80 наверно 80 а вот 90 кашу 34 до плюс 46 ну так 70 80 откуда 90 3 еще три ряда посмотреть теперь конечно большой был труд здесь сильно помог тогда был роман малыш другой был ловки такой на работе вот все это надо сказать чтобы он проехал тут удавил видишь как это все забивали и она не пошла гонит его дальше нет уходим здесь ничего не надо делать только прогнать трактор в эту щель чтобы он раздавил ее по краю он не пройдет почему упадет да ну он мнение не он побоится а куда он упадет а вдруг она пойдет под ним по она куда пойдет она только на сантиметр пять усядет и все куда нападет от коста от же не вертикальный трактор билдизер который зеленский на котором я не знаю игорь согласиться такой опасный все опасно тут он не вплотную туда поедет а вот здесь вот попробуют а если вот тут так вот да чтобы вот эту щель замазать удавить ее туда видишь она вот это володя за счет затем маленького глины примазал вот насколько поднять еще что бояться там еще сколько больше метра а там-то это опустили они вообще подмывает подмывает это подбывает где-то подбывает где-то нет все уходим следующий а это вот лох центральный лох во время наводнения вот как как бурлила вода шла тянула деревья все туда в кузбассе землей засыпала каменный уголь это я на камагорихе называется нет прорыва когда бы было столько воды и которые посадили вот здесь вот они дают ростки с этой стороны все убрали можем подготовить если бы драглайн тут углубить мужа я здесь пройду посмотрю и показываем и садили видите как вот так а это вот дальше туда смотреть это лагерь сейчас а а а а а а а Он нас сегодня привез через Корчино, там дорога с основной трассы Барнаул-Мамонтово до элеватора Корченского, как будто бы война была какая. Вот я сейчас показываю, где мы нашли храм. Склад, зерно, горох, пшеница, еще он там делает яшмень, еще посадит. А вот в соседнем, в соседней деревне Евгений Долгов, у того 7600 гектаров, так говорили. Смотрите, опять все в долг. Бобры вырыли какой. Глянь, какие огромные норы роют бобры. А ты кто такие роют? Тоже? Бобры, да, это все? Бобры. А там что-то они не очень-то на нашем темпе просмолили. Видимо, Смолеву это не очень нравится. А здесь вот они идут, вот оно, по низинке. Видишь как? Вон, маленечко видно. Ну-ка проломи, рукой оторви. Ну, все. Это бобры? Ну, это если небольшие, то это андаторы. Вот все деревья, все засохли по берегу. Все. Почему? Потому что они оказались в воде. Вода сильно поднялась. Сейчас там были. Ну, и вот так. Что сказать-то? Слава Богу. Ладно, давай назад, подъезжай. Сейчас отсажусь и поехать. Тут одна береза росла.